Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что ж, друзья Ой, антенка Что ж, друзья Мы возвращаемся к вам В эфир эту ночь Мы проведем с вами вместе По крайней мере Часть этих первых часов ночи Ну и матчи Матчи То есть один матч Который нам осталось С вами посмотреть Это полуфинал Североамериканского дивизиона Майбер против Клоуд Найн Они уже на сервер заходят Ну что ж, друзья Да, вот нам дали отмашку Мы все-таки жаждем посмотреть хоть один пистолетный раунд, первый в матче. И вот очень сильно стараемся, чтобы это произошло. Но на этот раз все-таки слишком рано мы, видимо, постарались. Хотя нет, вот оно начинается. Мы даже на ножи попали. Ну что ж, друзья, Cloud9 против Made in Brazil. Первый полуфинал в американском регионе. Ну и от этой игры мы ожидаем, возможно, также трех карт. Если Cloud9 покажет всю свою новую подготовку с Голденом после очередных изменений. В принципе, нас ожидают интересные карты. Полин загромсал Голдена вместе с Таком. Ох, две команды, две команды, две чудесные команды. Друзья, есть такой момент, конечно, все мы помним Бласт. И мы, опять же, наша студия освещает Бласт. Мы его часто показываем. И в основном последние несколько чемпионатов этой серии показали нам и команду Cloud9, и команду MBR. Мы видели вообще боли, страдания с начала года. Вы знаете, если сравнить КС этого года с тем, что было, не знаю, ну хотя бы годом ранее, да, то совершенно разные темпы у коллективов. Устаканилась история с отпусками, устаканилась история с расписанием. Но все равно еще формы все не пришли. Да, да. Сейчас выйдут на следующий год, там, на осень. И у меня тут тоже есть дискорд-канал там со старичками. Многие говорят, вот как вот ВП перестали играть. Вот и с этого момента как-то вот в мировом топе хаос начался. Ну да, да, начался хаос. Опять же, передел сильных игроков. И, наверное, пока безупречно вышли на базу А. Ну, потеряли двух человек, но это не критично. И на ретейке так, и один в два известную ему пробудку. Вайс за плентом. Тут нужно, конечно, одними хедшотами разбираться. По-другому никак. Да, жестко. Жестко Клоуда начинают на этой карте. Вообще, что самое интересное, этот матч лично мне уже нравится, потому что здесь нет миража. Здесь нет, будь оно проклято, это инферно. Он есть, мираж. На самом-то деле, вот, мне он нравится. И инферно, и мираж. Вопрос в том, что у нас, по крайней мере, пять различных карт будет уже точно за сегодняшний КС вечер. Это нюк оверпасс, который мы с вами не видели. И, возможно, мираж, но это была самая первая карта, поэтому нормалек. Да, ну, здесь главное, что она не первая, и все уже нормально. Ну, по пик-бану, друзья, сложно что-то сказать конкретное, но на Клоуд-Найн коэффициент сегодня ГГБ давал выше еще с начала дня. Ну, бразильцы пикнули нюк, убрали перед этим вертиг и сразу же не рискуют. Показали, что вообще не собираются даже рисковать, играть эту карту против Клоуд-Найн. Клоуд-Найн убирает инферно. Ну, и нюк оверпасс, где были пики от команд. Ну, и последние пять результатов команды Клоуд-Найн. Давайте начнем с нюк, я их озвучу, потому что так, нет, давайте досмотрим. Коуд-Зеро развалил, как старое доброе, минус три, да ладно. 2016-й заезжает прямо сейчас к этому молодому человеку и показывает ему, что он еще в теме. Ну, и про последние матчи, друзья. Клоуд-Найн играли, две было три встречи с Юнайтед, одну выиграли 2-1, одну 2-0, проиграли Люминой Сити 1-2. И я помню этот матч. Парни встретились дальше уже с Астралис на Инферно, 11-16, 14-16, прожигник на мюке. Ну, короче, мы видим в матчи старинюк и то, что они уступили Нипам, то есть, ну, такое себе по процентному соотношению пока не будем забегать вперед. Но скажем то, что там у Клоуд-Найн всего три официальных матча и процентном соотношении 38-33 в пользу Мибр. А вот команда Мибр свои последние пять матчей играет против не самых сильных коллективов, за исключением, наверное, Ликвид и Ренегейтс. Вот это два матча, которые точно можно выделить. И все свои последние пять матчей они выиграли, все они болтрип, они проиграли только одну карту комплексити. Короче... Работают бразильцы. Да, работают бразильцы и, знаете, вот мой прогноз, когда этот состав собрался, был такой, ну, где-то примерно год им будет нужен, чтобы вернуться на топ-левел и начинать уже напрягать всех остальных. И еще раз замечу, что это все их последние пять матчей против команд из Америки, из Соединенных Штатов, ну, и один вот матч с Ренегейтс. Конечно, очень многое от Фелпса зависит в этом составе, поэтому от него много желают, чтобы он заиграл, показал лучшую игру, там, все-таки молодой. Хороший хэтшот, кстати, от Голдена только что мы видим, но, скорее всего, как-то особо жестко это не повлияет, конечно, на этот раунд здесь сфера хоронен полностью. Это эйс, это эйс от Фера, друзья. Фернандо, человек, который врывался с мейна, сделал всю работу. Ну что же, друзья, ВП сразу же от Фолана, в четвертом раунде мы увидим. Давайте посмотрим, на какую позицию пойдет, но, скорее всего, что-то дефолтное, это, скорее всего, улица. Хотя, может быть, на первый раунд что-то приготовят сейчас мебры своим оппонентам, хотя в данном случае, ну, наверное, ничего и не нужно делать. Все понимают, экономически просто забрать, выбрать дальние дистанции и самое главное, наверное, все-таки лишний раз не допускать доплентов, если будет возможность. Ну, в первую очередь, наверное, не терять девайс. Спрашивают нас, что с анимацией. Друзья, мы с Гоу ТВ наблюдаем за игрой. Иногда у Гоу ТВ бывают вот такие погрешности с анимацией. Возвращаюсь я в 2008 год, когда посмотрел ВЦГ на Хэл ТВ, и там просто не было этих анимаций. Но их там изначально не было, поэтому нам не привыкать с ТАФой. А вам придется подпривыкнуть. Так, слушай, ну, бразильцы, видимо, решили здесь окончательно перевернуть. Мало того, что взяли пистолеты, так они еще хотят и продолжить все это дело. Но следующий оружейный уже не за горами. Последний Раш. Какие идеи могут быть у Раша? Вот какие мысли могут посещать игрока из Северной Америки в такой сложной ситуации, когда у тебя Глок? Не знаю. Попытаться как-то поставить бомбу, но он уже понимает, что шансов нет. Его обнаружили, минус от фола. На 3-1 очень быстро как-то после проигранной пистолетки возвращаются. И по счету, и по экономике мебры, если берут первое оружейное, будет вообще все очень даже неплохо, как для своей карты. Так вот, вернемся к мебрам. Все-таки вокруг Хелпса очень много вопросов было с его вторым возвращением в команду. Очень долго он втягивается, ему очень много времени дают у ребят. Но вот пытается все-таки наиграть эту пятерку с тренером. Как так и в интервью говорил, они по-прежнему очень много все тренируются. Тренер это вообще бомба. То есть он должен им максимально помогать и способствовать быстрому прогрессу. Но на этом фоне, опять же, в Бразилии растут молодые игроки, появляются новые команды. Знаете, в определенный момент так можно и очнуться, а ты уже топ-3 команда Бразилии. Ну знаешь, что подозрительно выглядит? То, что спустя уже, я не знаю, почти 6 лет даже, наверное, где-то так, да. Как были бразильцы в североамериканском контрастрайке местами непобедимыми, а так их результаты и в этом году говорят о том же, что с этими парнями каждой команды из Северной Америки тяжело. Да, вот с того момента, когда они там начали объединяться с американцами, там как-то все команды посыпались и Cloud9, которые выиграли мажор. Вот, кстати, по этому поводу было там развернуто интервью еще на Reddit, по-моему, оно появлялось. И соединиться с игроками из Северной Америки на тот момент было единственным вариантом, исходя из того, что у остальных были контракты, никто никого никуда не хотел отпускать. Ну, конечно, не все так просто. Да, и взяли свободных игроков, в принципе, игроки из Северной Америки тоже, ну типа ты тут можешь не играть полгода, а можешь поиграть. Так, ну вы видели весь этот размен, попытка выйти на точку А, завершается ситуация 1 в 2. А для Вайса упал вентиль с бомбой. Вайс забирает бомбу, да, и бежит на Б, он делает то же самое, что он делал на Бласт про Сириус буквально несколько дней назад, когда мы с вами смотрели за этими страстями и тайнами мадридского двора. Фоллун моментально забрал вилку, тут вопрос, как Такос играет или нет, давайте посмотрим Такос, Такос. Ну, Такос слышал, Такос слышал, Фоллун просто не торопится, он думает, что это бой. Что-то не слышал. Он не слышал. Он удивился просто. Ну, это не страшно, самое главное, что все было на месте. Забирает Фоллун АВП на родину, смотрит на своего соперника, как на соперника. Ну и пока все очень легко, 4-1. Так вот опять же о мембрах, вот ты говорила, что там не все так просто было по контрактам, да, но видно, что не все так просто даже вот сейчас молодежь в Бразилии забрать. Там уже все подписаны, плати миллиарды. Все после этой истории с Фолленом, с командами, все уже просто прекрасно понимают, как нужно, правда, куча примеров есть на профессиональной сцене, все понимают, как нужно работать с игроками. Но это уже не два года назад для мембров, когда они вот тыкали пальцем любого бразильца, и он просто счастливый летел в команду играть. Нет, так уже не работает. Даже раньше еще такая история была, вот раньше был Блэйд, который собирал составы, ну, возможно, там где-то не было в какой-то момент организаций. И были команды с организациями, которые просто Блэйд открывает талант, Блэйд прощается с талантом, Блэйд открывает талант, Блэйд прощается с талантливым игроком. Ну, суровые реалии, да, да, да. И ничего-то с этим поделать не мог. Ну, вот такая же ситуация была тогда у МИБР и объединение с игроками Северной Америки, это, ну, наверное, наименьшее зло, из двух из которых они выбирали. Да, бюджеты и зарплаты последние пять лет просто космическим образом растут в киберспорте, и не все киберспортивные клубы за этим поспевают. У киберспортсменов зарплаты растут, это да. Это да. Это да, это я не спорю. Ну что ж, друзья, заход. Вот в киберспорте не знаю. По улице или все-таки будут чекать мейн, раш? Ну, в соло не был готов никто здесь, на самом-то деле, у Клаудов и Каджун. Тут вообще фейк такой был заход, все остальные прошли вниз по ступенькам. Каджун тут, наверное, должен был в вентиль упасть, но пока полный провал, чуть ли не по всем позициям. Давайте посмотрим за бомбой. За бомбой. Вайс. Тут, кстати, Каджун цепляется. Ему в спину может сейчас зайти игрок и закончить его там выступление, а Вайс уже под бэплентом, и здесь недалеко аутиматик рядышком с ним. Немного хаотичный раунд. Вот знаешь, Вайс, первые турниры за Клауд Найн и первые вообще свои матчи уже после времени, проведенного в составе, ну вот не вызывал местами восхищения. Но после бласта я смотрю на этого игрока с огромной надеждой, что он раскроется еще больше. Уверен, что они просто так брали. Фоллен. Смена девайса. Выход на первого. Перестрелка со вторым. Нет, Вайс. Ну, надо закрывать. Смотрим на Cold Zero. У него здесь ситуация, ну, может быть, не самая приятная, но он прекрасно понимает, что один человек, возможно, ушел за дверь, второй будет действовать. По гранатам только флешка в руках, есть диффузы, второй армор, да, это, конечно, хорошо. Ему надо минус делать, да, ему надо делать минус по-любому. Без дыма сложно вообще просто ситуацию разыграть, если честно, как-то напрячь. Ну, посмотрим. В тупую. Хорошо. Пошел, и о втором ему известно. Да, там бьется аквариум. Идет выход на точку у Cold Zero. Не успеет он бить. Он успел разминировать эту бомбу. Какой провал сейчас для Cloud9, друзья. Ну, это... Ну, вот порекламировали мы с тобой Вайса, но он как-то решил сыграть самым простым образом в этом эпизоде. Нет, просто Вайсу не надо было вообще первому действовать. У него был тиммейт, который... Если бы он открыл дверь и не вышел, раунд был выигран. Да, да, да. А бомба вообще стояла на его тиммейта. И это какая-то... Ох! Молодые, говорит Cold Zero. Молодые. Дрогнули нервы, руки у пацанов. Хотя, опять же, с другой стороны, там все, ну, кроме Вайса, грубо говоря, опытнейшие ребята. И, конечно, игроки топ-левела. Ну что же, 5-1. Продолжается успешная оборона от Made in Brazil. Ну и ребята уже с хорошей экономикой продолжают защищаться. И, в принципе, здесь у нас может быть очень уверенный счет в исполнении бразильской пятерки. Но давайте поверим, что у Cloud9 есть еще какие-то сюрпризы на карте соперника. Пошли три смока. Ой-ой-ой. Хорошо, Фоллс вот на двери подловил. Но, правда, только одного игрока. Но сразу же Ферр, Колд. Ну, очень уверенно защищаются мебры. Да, пропустили соперников на плент. Но есть большинство. А вот ошибка атака. Это серьезно. Не ожидал, что второй в пленте и дарит шансы для Cloud9. Так. Ну, Каджун Би. Датчанин, друзья. Датчанин не сегодня. Не сегодня. Не сегодня. Просто не сегодня. Нет других слов. Очень уверенно отыграл Фоллэн. Знал, что соперник не будет выпрыгивать на него из смоков. Четко контролировал один из выходов. Единственный, из которого, наверное, мог как раз выйти оппонент. Слушай, ну, после такого начала от Cloud9 и такая ответочка от команды MABR. Сильно. Ну, в принципе, уже, да. Еще чуть-чуть, и уже можно настраиваться на оверпасс потихоньку. И на котором, кстати, мебры тоже могут очень неплохо сыграть. Краш 0.07. Ну, не очень хорошо стартует. Но посмотрим. Возможно, еще и справится этот стрелок и покажет свою лучшую игру. Четыре у ГАВП, у мебров, у всех уже диффузы, полные гранаты. Ну, и пожелаем удачи в Cloud9. Что-то у них не идет. Ооо, какое дымуля. Ну да, неприятно. Да, ну покрутил мышкой, да, Cloud9. Действительно, случайно не попал. Повезло, что никто не выходил в эту секунду. Так, а тут дым девятка готовится. Так, это дым либо девятка, либо плент. Тут я не понял. Мы сейчас узнаем. 2 С55 КП. На улице получил. Так, дым на мейн. И флешка вторая. Ну, что, а? Мейн залетает? Походу, да. Походу, хотят ворваться в мейн. Тут смог. Пока... Нет, пытаются пройти по девять. Раш. Cold Zero, Fear. Ну, тут вообще все сложилось как никогда. Круто. Вообще без потерь. Половина команда, Cloud9, ребят. Вот мы видим, что Cloud9 что-то делают, какие-то дымы. Флешки на, опять же, на КТ, но... Тут вечный рассинхрон какой-то у команды. Половина команды смотрит в одно место, другая половина никуда не смотрит, а Раш вообще не видит соперника уже 8 раундов подряд, и они берут тайм-аут. Ну, да, стоит все-таки обсудить, что же делать дальше. Как-то все вообще не получается. Может быть, все-таки немного сбавить темп на улице, так не так быстро там прорываться. Можно спокойно пройти, аккуратненько. Попробовать там пикнуть B-плэн, посмотреть, как вообще у ребят на рампе обстоят дела. Ну, как-то все очень сложно. Максимально. Много перестрелок. Ну, возможно, это неправильный план на игру, там, завязываться во всевозможные перестрелки. И там на улице и на двери там очень много пытаются пробиваться Cloud9. Но как-то это не очень успешно пока что выглядит. Тренер команды Cloud9 Valens, друзья, все мы знаем этого известного парня. Знаешь, чем он известен? Что он играл за пацанов. Не, он забанил Сеню в твиттере. Знаешь, за что? За то, что Сеню у него спросил. Чувак, а как вы так 4 раунда подряд закупаетесь без денег? И проигрывается игра. Ну, короче, команда не делала эка. Ну, видимо, что-то ему не понравилось в этом вопросе. Он как-то сказал на шоу-матче, что мы будем разрывать сейчас. И потом мы видели, как он был разорван. Тренер тренеров. Да. Ладно, тренер тренером. Ну, а тем временем нужно все-таки выигрывать раунды. Но, наверное, не сейчас. 4 деглация, завяжка 1 смок и Cloud9 контролируют. Казалось, уверен. Да, колд все-таки прикрывал. Фоллана все нормально. Не подставил снайпера. Есть еще и фер, который вот-вот поднимется со ступенек. И поэтому здесь, ну, просто похороны должны быть для клоудов. Ступеньки они могут... Вот сейчас после этого минуса вообще ступеньки никто смотреть не будет. И тут попытка поджима фер, но Голден умудряется сделать. Больно. Минус и дальше уже есть информация про мейн. Знает Фоллен, что где-то рядом есть оппонентка. Джун Би выход на рамп. Ну, и вот у этого игрока сейчас есть возможность, но его заметил соперник с рамп. Найс пишет фер, но Голден, конечно, хорошо, хорош, только повесил хэдшот. Ну, он просто изначально смотрел на ту позицию и вот только-только хотел увести мышку, но образовался Фернандо и получил в глаз. 1-8. 0-0-9, нраж. Положаем следить. Команда MyBR выглядит сейчас действительно очень жестко. Ну, на самом деле, это изначально они претенденты на выход на финальную стадию ЦС. Друзья, напомню вам, что и в североамериканском регионе, и в европейском регионе онлайн-часть заканчивается буквально сегодня, завтра, послезавтра. Так что будьте готовы. Ну, уже сегодня нас ожидает еще два БО-3 в это же время. Время мы начнем с Игорем с 9 вечера. В 9 вечера обязательно приходите, там сочный полуфинал Европы и, естественно, интересный полуфинал североамериканского региона. Ну, и потом уже там будет день финальный, и это все слоты. Слоты, которые достанутся командам, которые отправятся уже на финальную стадию. Все-таки второй БО-3 там Liquid, конечно, против Ince явный фаворит, но поверим в юных бразильцев, то, что они навяжут бой американской команде. Ну, а тем временем, опять же, у нас ничего не меняется. Здесь в защите у бразильцев. И entry kill был, и второй минус пошел. Так, ну, отпускает немножечко рампы. Хлопа уже есть, и... Успевает сделать релат, к нему приходит на помощь Cold Zero, и снова это... Знаешь, как эта игра называлась? Городки игра называлась раньше. Там такой городок, и тебе надо его, это самое, да? Палкой палки сбить? Да, 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 да. И вот пока что команда Cloud9 — это палка, которую сбивают палкой. И не только палкой. Стыдно даже где-то должно быть сейчас ребятам из Cloud9. Но ничего, не идет, пока не идет. Бывают такие матчи, когда ты не попадаешь, соперник четко играет, и еще и команда что-то исполняет. Ну, как-то вот, как говорится, не с той ноги встала команда Cloud9, подошла к этой встрече. Ну, и сейчас нужно попытаться все исправить, либо уже забыть, отпустить и настроиться на карту оверпасс. Но, опять же, никому не советую сдаваться, пока не отдал 16-й раунд. В основное время биться нужно до самого конца. Камбэк всегда реален, вы это прекрасно знаете, те люди, которые играют в КС. Ну, и давайте еще пять раундов последим за рашем. 0-0-10. Ну, возможно, присоединиться в почетный клуб. А он уже? Он уже? Наверное, каждый там. Он может присоединиться, он может получить, как знаешь, как награды выдают некоторым, да, разные. Вот у него может это быть такая вторая ачивка. Кстати, в стиме не хватает этих анти-наград, там, знаешь, вот 0-15 медальки, там, что-нибудь типа того. Сыграл на мейджоре 0-15. Получи медальку. Проход улица, и, в общем-то, на самом-то деле он вновь с проблемами. Не хотят вот как-то холдить на первом тайминге ребята. Вот хотят сразу же вот в эти смоки пробежать, и под спреями, под гранатами, ну, как-то все легко. Вот просто идет вот капкан, бразильский капкан, и вот не могут, не перестрелять. Знаете, вот если команда тактично обычно не переигрывает, она вот стрельбой может попытаться взять, там, какими-то разменами, своим стилем. Но это не про клоуднань, точно. Да, здесь и стрельбой не получается. Монстр энергии, друзья, это как было. Хороший, кстати, от раша первый минус, поздравляем, раш. Казалось, его легко должен убивать Ферр, но Ферр как-то там на свитче чуть раньше вышел, чуть выше поднялся на ступеньках. Там просто граната уже была похоронная изначально. Ну вот тоже, да, сделал один минус, но он был в такой бесполезной ситуации, когда ты уже остался 2 в 4, когда тебя уже вот убивали через секунду. Вообще, знаешь, клоуднайн просто попали в бесполезную ситуацию, когда взяли пистолетный раунд и попали в ситуацию. Знаешь, судя по всему, клоуднайн как-то вот не слишком много готовили, потому что вообще нет, их есть раунд на улице и все. На бласте, кстати, они его не играли. Ну и, видимо, не играют по-прежнему, потому что все просто по приборам команда играет. Улица, раскидка, гоу, улица, раскидка, гоу, улица, раскидка, гоу. Тут просто бразильцы очень... Это что, это пьяный коджунби катает? Да, он бухой, походу. Это как, знаешь, как мы с тобой приходим после эфира, насмотревшись 20 часов Counter-Strike, и уже и так не очень хочется садиться за компьютер. Но ты все равно садишься поиграть, но получается как-то так. Хотя бы на МММ одну надо сыграть, да, и вот такие расклады. Это красиво было. И еще это что такое? Это еще один сладкий, и еще один, ну короче. Для команды Mibert сейчас все складывается максимально круто. И если отметить их игру, то вот есть честно, да, они выглядят реально командой, которая просто действует идеально. Они полностью понимают, что делает их соперник. Они готовы к любым уловкам, которых Cloud9 как раз-таки нам и не показывают. Что там это? Седьмое небо, облако 9, девятое небо в данном случае. Ну что, ребят, пора собраться. Ну давайте, ну хоть парочку, там 11, ну 4, 4, давай, еще можно побиться. Но для этого нужно 3 подряд, а ты взял только один. И то это была пистолетка. Да, это была пистолетка, которая там реально выглядела как будто, вау, Cloud9, как вы так это сделали, парни? А потом просто минус 3 от колда на бэм. Да, из дегла и все. И парни урабатывают просто подряд всю первую половину. Сложно, конечно. Rush, кстати, сделал свой минус. Это стоит пастдайвить. У него 1 на 12. Он не попадает в клуб в этой половине. Да, мы же отмечали, там он тогда на ступеньках феру повесил с ЦЗ. Там чуть-чуть открылся фер. Ну и опять же минус был полностью бесполезный. То есть, ну, КПД ужасное, к сожалению. Ужасное КПД почти у всех игроков. Вау, Днай. Ну, правда, как его считать, спросят многие. Rush пробивает базу, а забирает второго, забирает третьего. Rush, ты или это, но ты остаешься один в два. Ультанул. И ситуация, да, он ультанул, но ситуация все равно неприятная. У него слишком мало количества здоровья остается, чтобы в этом раунде получить весомые шансы. Но есть возможность, то, что соперник ошибется. И на этом можно разыграть. И вновь бесполезные фраги. Абсолютно. Учитывая то, что на данный момент у Мебров там уже 6-15, у Фелпса он ошибся, кстати. Он не дал дроп, и сейчас он потеряет экономику. 13 утака, 10 колд зеро. Ну, да, убил еще чуть-чуть, ребят. Минус 3 сделал. Красавчик. Но в раунд не выигран. По экономике, по сути, наверное, все равно. Ну, открыть смог. Это самое главное. Ну, чисто для себя, так на вторую карту, да, я могу. Пришел под девятку. Как послушно сыграл сейчас. Послушно. 12-1. 12-1. Ну, вот Каджун бы сразу догнал раш. Ну, все нормально. Я не виноват. Ну, на самом деле, здесь, да, здесь видно и по статистике, и по игре, что раунда, кроме улицы, у Клауд Найн нет. Ну, здесь, опять же, игроков у Клауд Найн как-то обвинять. Ну, просто их можно обвинить в том, что у них нет игры за атаку на карте Данюк. Вот ее нет. Есть вероятность, что так же плохо в этой половине будут, ой, в этой все еще половине будут играть бразильцы. Но, глядя на счет, мне кажется, что им достаточно сыграть два раунда хорошо, и этого будет достаточно. Да, в конце концов какой-то форс перепугу зайдет, один дает минус 3, и все, и на этом... И все, и игра заканчивается. Либо Фолландом с ООП кого-то найдет. Ну, в общем-то, есть минус. Уже вновь страдает раш. Очень спокойная приемка на улице. Здесь немножечко поменяли позиции. Фер с Фолландом как-то не готовы вновь к этим позициям, ребята. Здесь уже и Феллс выпадает. Ну, творят все, что угодно. Фолланд с ребятами. Вот когда они... Ой, да что, только с гранатами у них единственная сегодня проблема, когда они... Ну, и то, знаешь, не проблема. Ну, да, в такой ситуации. У Кэджун Би, вот, например, с другим немного проблем были. Не дружит он с лестницами. И... Кстати, он сейчас там в нуле фраг. Отличный шанс для того, чтобы организовать фраг, но Аутематика Колдзира просто расстрелял как в гангстерском боевике. Просто всю обойму. Ну, что-ка, Джун Би, выход на улицу и предсказуемое окончание этого раунда, друзья. Наверное, у мебров сегодня вот в начале этого дня... Ну, не забываем, они на своем пике играют. Да, да. Но в начале этого дня, наверное, у них там было пару праков, и они, наверное, были гораздо сложнее, чем эта встреча пока что развивается. Возможно. Ну, просто вообще не напрягаются парни. Но это не должно сбивать с толку, по крайней мере, на следующей карте, друзья. Потому что Клауд Найн соберутся на своем пике оверпасс. Эх, финал Северной Америки будет максимально интригующий. Ну, и мы помним, что не всегда там суперкреативно действуют ребята в атаке. Я говорю про мебров на оверпассе. Поэтому, в принципе, все еще реально тут даже здесь дойти до миража. Ну, знаешь, возможно, уже в нынешней стадии существования команды МИБР и креативность, и структуры в действиях, и самое главное, там какой-то тактический оборот точно уже разработан, уже работает, уже действует. Так, отличный прием. Карам сейчас будет атака. Первого забирает. Дальше надо забирать еще одного, но он забирает еще двоих вместо одного. Вот эта атака дал жару. За ним выходит Кизунби. Наказывает, но надо забирать бомбу. Времени меньше и меньше. Ситуация 2 в 2. Ошибается Голден. Ну, да, дал минус, но не знал позиции Фера. Ну, и Каджун вновь 1 в 2. Ну, и уходит Шифтом сейчас на базу. А, ну, все никуда он не уходит. Да, Фоллин смотрит радио. Фоллин только глаза должен закрыть, чтобы промахнуться. Нет? И Фоллин меняет неудачно позицию, но Каджунби на этом его не подловил. Все четко, все срабатывает как надо. 14-1, и на пике команды МИБР, именно бразильцы, друзья, выглядят действительно богами этой карты. Здесь все сложилось. Здесь бразильцы на своей карте в защите. И Клауд Найн, которые явно видно, что вообще не играют в атаку, к сожалению. Ну, и теперь вся надежда как-то вот настрелять в обороне. Может быть, еще как-то заставят поволноваться МИБРов, но для этого нужно сейчас просто творить чудеса. Я не знаю, 8 подряд как-то просто без шансов защищаться. Вот такую же серию демонстрировать. Но, скорее всего, все закончится через 2-3 раунда. 2-2 минутный перерыв, конечно же. Ну, и давайте пройдемся по игрокам. Ну, в общем-то, у всех не пошло. Мы видим там 5-6-7 фрагов у игроков Клауд Найн. Ну, по делу там ключевых моментов было не так уж и много. И вообще шансов выиграть раунды практически их не было. И как-то вот, к сожалению, такие матчи бывают в КС. Это как, наверное, в футболе смотреть какой-нибудь матч, который идет на 0-0. И вообще нету никаких-то атак просто. Ну, да. Ну, сейчас же увидим, что будет. Опять же, пистолетный раунд. Стабильный 50 на 50 всегда проходит. Поэтому... Не, ну здесь, я думаю, у бразильцев есть точный план, что делать. Конечно. И, скорее всего, это даже будет раунд какой-то без улицы. Это будет что-то действительно парализующее и шокирующее зрителей. Тут в пистолетке вообще можно все что угодно делать. Мы видим эту мету постоянно. Там защита берет 4-5 арморов. То есть, по сути, ни на какой позиции там особо нету гранат, каких-то флешек. Ты можешь просто выбираешь любое направление. Ну, если за атаку, тут можно сейчас и рампу зарашить. Почему бы и нет? Если под один набор, там, под раскидку вылететь. Ну, давайте посмотрим, какое решение примут ребята. Аплэнд легко разыгрывается, опять же. Вариантов много есть в пистолетном раунде у атаки. Посмотрим, что еще. Клауд Найн покажет. Очень важно им сейчас сфокусироваться на стрельбе, понавешать кучу хэдшотов и затащить еще один пистолетный раунд на карте Денюк. Может быть, с этого момента начнется какой-то легендарный камбэк. Но вот, если честно... Он действительно будет легендарным, если он начнется. Но мы уже увидели, что Клауд Найн буквально ничего не показали. Буквально ничего. Они взяли пистолетный раунд, они где-то нас изначально ошарашили. Но по факту... Так, R написал как Джун Би. Да, рестарт просит. Но по факту, ну, 14-1, ребят. Ну да, камбэки бывают, но здесь кондиции команды Клауд Найн, ну, просто... Ну, мы просто видели с вами, как развивались эти раунды, и они просто даже не вспотели. Они вот, ну, просто вот... Хуже, чем оскорбление, короче, их игра в атаке. Вот можно так, наверное, охарактеризовать. Да, не пошло. Ну, впереди, естественно, есть вторая карта, и частенько в Северной Америке идет размен пиками. Ну, знаешь, даже учитывая, что там сейчас заиграет Клауд Найн, я вижу эту стрельбу от Мебров, и мы понимаем, что, ну, наверное, этого будет достаточно Made in Brazil, чтобы выиграть со счетом 2-0. Но я надеюсь, что я ошибаюсь. У нас ждет хорошая игра. Ну что, хорошо! Раш Каджун пошел второй минус от Каджун Би, ну и 2 в 4. Ситуацию создать смогли, но дальше... Ой-ой-ой. Ну вот дальше игрок в будке не считается. Вайс. Нужен еще один хедшот, и Вайс его сумел организовать максимально спокойно. 2 в 14, и 2 пистолетных раунда берет команда Клауд Найн из двух раундов, которые она берет вообще. Где-то радуется два раза Петрик. Ну, наконец, ребята начали хоть в защите играть, но, опять же, надеемся, что это не только пистолетный раунд. И на этом все. Сейчас вылетят бразильцы с деглами, навешивают кучу хедшотов этим фармганом. Там Фолла на улице сейчас со Скаута Скальпа, если снимется Утематика, это будет беда. Но важно Утематик сейчас играть улицу хорошо. Смотрим, друзья, на карту. Два... Ну, стандартно все. Голден и Утематик улицу разыгрывают. Один, два игрока на точке А. На АБ у нас Вайс. Ну, а Вайс рампы играет, кстати, в соло. Тут вообще позиция одним пистолетом может скрыться. Из-под девятки хелпующий он... Опс, пистик первый пришел. Забыл, что ли? Ну, что он не рассчитал, что игрок будет играть с Плунта. В итоге пострадал. По-моему, какую-то гранату забрал Фер. Ну, и двух игроков уже потеряли ребята из бразильского коллектива. С учетом того, что это форс, решение явно было не совсем взвешенное. Потому что каких-то атакующих действий, как у команды Клуднайн, мы пока не увидели. Чуть-чуть не дожили, да. Уже получилось, что все тут чуть ли не по одному наполучали. Ну, и уже шансов, грубо говоря, нет у бразильцев на взятие этого раунда. Мы ждем первые оружейные. Пока еще нас ожидает один экономический от Мебров. Чуть-чуть поиграют по фарме от Клуднайн. Но, опять же, мы понимаем, что бразильцы начнут волноваться, ну, там, я не знаю, после 8-9-10 раундов от Клуднайн в защите. Сейчас Ферр немного заставил поволноваться Петрика, это уж точно. А тут уже не те люди. Да, его уже с инсайда закрыли. Его закрыли вообще практически со всех сторон. Это уже не тот состав Клуднайн, мне кажется, за который переживал Петро. Ну, он все равно переживает. Ну, это же Петрик. Пришел. Так, NS пишет автоматик к Феру. Но Ферр действительно красиво, конечно, пытался вылезти из всех этих раскладов. Нанес какой-никакой урон по оппонентам, немного денег поднял. Но, на деле, парней из MyBR ждет еще один эко. Может быть, P250 или диглы мы увидим в очередной раз в их руках. Да, наверное, как-то не буду даже напрягаться, что-то серьезное делать. Хотя, подожди, Ферр докупил дигл, Клудзер докупил дигл. У кого деньги были, те могут себе позволить. Окей, два дигла. Вам важно, чтобы осталось 1500 плюс, там, 1700. Вот 1700 – это идеальный вариант, как и остается. Там, коллаж, бронежилет. Но подозреваю, что у MiBrog есть в атаке планы по раскидке. Поэтому деньги, конечно, здесь стоило бы экономить. Слушай, с третьей попытки только попадает под прицел Фоллина Раш. Фоллин замечает еще одного в ангаре. Тут уже такая ситуация у MiBrog, что особо даже, не знаю, даже если ты не играешь там в нюк, но эти два раунда, наверное, в итоге сможешь как-то банально перестрелками в данном матче выиграть. Но, опять же, посмотрим. Возможно, на Клауд Найн сейчас супер-жестко мега соберутся. Но, если честно, я в это пока не особо верю, но было бы прикольно посмотреть за таким камбэком. Ну и за попытками бразильцев, конечно, взять свои первые раунды в атаке. Пока все очень спокойно начинается. Первый оружейный раунд. Еще целых 10 раундов запас у бразильцев. И это, конечно, очень серьезная цифра. А даже если они будут все подряд проигрывать, потом начнется серия раундов, и экономика будет чуть ли не постоянно. И это очень неприятно для Клауд Найн. Это очень тяжелая вторая половина. Но тут она тяжелая также будет сейчас и для бразильцев, судя по тому, что мы видим... Не факт. Туда уже идет молик. Такая интересная схема защиты на улице. Клауд Найн очень похожа на IP. Ангар-ступеньки. Да, ангар-ступеньки, но секретка. Но с другой стороны, вот как бы на шифтах двигается коллектив Mibro, поэтому возможно... Хотя нет, все, услышали. Услышали то, что в Сикрет есть выход. Сразу же десант, аутиметик. Я не знаю как, но Полин остается чудом в живых. Дальше игра в упоре, аутиметик справляются. Игра с вентилей от Раша вовремя умудрился помочь своему тиммейту. Ну, вернее, не помочь, а разменял вовремя тиммейта, пытаясь помочь. И 3 в 4 финальный расклад для Mibro. Не самый лучший. Вайс приходит, дабл пик. И это гвоздь в гроб команды Mibro в этом раунде. Так и последний. Хорошо. Аутиметик отлично отыграл. Вот вовремя остановил этот выход. И как раз вот полетели его загонять. Там четко пришла хелпа. Ну, ничего страшного. Попытка номер один. Опять же, мы все равно видели, что Mibro улицу прошли без проблем. Там ни пуля не залетела, ни смок, ни граната, ничего. То есть уже... Ну, мы можем делать какие-то выводы, да, по поводу, по крайней мере, первых раундов от обороны. Ну, то есть улица будет проходить вниз. Хорошо. Если защита будет отдавать полностью улицу, конечно, тоже вариант, но это очень сложный стиль защиты. Если так и попробует пойти наверх, то это смерть. Попробует пойти на B, это шанс еще как-то подсуетиться. Но так как времени мало, да, надо идти на B. Попробует. Она пытается поставить бомбу в дым, его простреливают с вилки и находит. Фраг от Голдена. Кстати, европейцы остались вдвоем в живых у команды Клоудайн, что интересно. Ну и у нас 14.5 на табло. У нас неустановленная бомба. Экономика бразильцев, хотя еще пока располагает к закупке, Надо брать. Скорее всего, это 2К форс будет, потому что там 3-100, там нету АВП. Да, 2К форс парни хотят сделать. Ну окей, ну... Давайте посмотрим, что это будет. Понимаешь, сейчас борьба за 15-й. Борьба за 15-й для Мибро. Это борьба, наверное, за весь матч для Голдена. Смотри, все налево, все налево игроки атаки. Вот мне просто интересно, где скаут будет применять фоллэн в данной ситуации. Не знаю. Если честно, вообще не знаю, потому что Мибро никуда не вышли. Вернулись назад. Вернулись назад, да. Услышав всю вот эту раскидку на базе, а поняв то, что, возможно, как раз-таки в этом раунде улица жестко преимуществом не контролировалась. 5 смаков остается у атаки. Сейчас, ну, видимо, подожмутся все-таки они вниз. На самом деле, любой мув от них — это развод на гранаты соперника. Задача, в принципе, выполнимая — оставить оппонента без гранат. И Клоуд, наверное, уже практически все выкинули. Но остаются вот ключевые моменты с молотовыми, которые есть у Клоудов. Да и по улице пройти с результатом не удалось ребятам из Мибро. Поэтому тут перехват контроля должен быть от Голдена. Ну, Голдена хорошо повесили. Кстати, могут забрать сейчас Голдена. Опасная ситуация у него. Закрываются ребята с маками, проходят вниз. Теперь они уже собрали более-менее неплохо инфу по поводу позиции защиты. Ну, выигрывают время Голдена. Голден уже за синим. Голден ныряет дальше в дым. Голден видит игрока на улице. А где же игрок со спины? Хе-хей! Привет, ребята! А он все еще там же, за ангаром. Там так и тусуются. Хотя, да. Кто это был? Это Колдзиро, да? Красава! Каджун хорошо здесь отыграл. На шрифтах все-таки нет. Кроме одного игрока на улице в итоге все-таки никого не видел. Короче, Колдзиро обошел в спину, но не пошел. Я не понимаю, что чудят бразильцы. Нормально, нормально. Подожди, интрига может еще появиться. Пока еще рано про это говорить. Я думаю, все тут пока бразильцы спокойны в этой ситуации. Интрига уже появилась. Уже Клуднайн показывает, что все не так-то просто, парни. Еще рано до интриги. Есть очередной бай. Ставится бомба, будет еще один бай, либо два К-форса. И так вот в каждом втором раунде будет оружейный мебров. Если они все-таки не заберут свой 15-й как можно быстрее. Выход на Аплэнд. Смотрим аркада. По-моему, там десант сейчас должен был быть. Или проверили просто гранатами? Да, проверили. Возможно, просто проверили. Ну и развели на гранаты опорников база, что немаловажно. Но с другой стороны, вновь в своей агрессии МИБР не получили никакой конкретной информации. Это первое. И второе. Они даже не поработали над какими-то возможными дальнейшими событиями, которые будут называться именно один. Там вроде дверь разыгрывается сейчас. Вот этот сплит, этот клещ. Да, главку уже пытаются зажать. Правда, не смотрят на главку, к сожалению. Бразильцы. Но доигрывает великолепно. Есть инфа по пленту. Девятку видели. Нельзя здесь так с девяткой было играть. Ай-яй-яй, ошибки от команды Cloud9 при попытке оказаться на удобных позициях. И все-таки МИБР за счет трех фрагов атака и одного фрага, наверное, от Coldzira, да? Одного фрага от Coldzira. Вот это сказал я себе. Нихрена себе. Нормально, нормально. Взял и уработал своего. Да, кстати, он был близок к прострелу. Coldzira, а я так и думал. Coldzira, я пошутил. Но он переборщил немного и закончил. Все-таки быстро берут 15-ю МИБР. Ну, как сказать? Ну, сколько, 5-6 подряд было всего лишь. Ну, смотри, сейчас 15-6, 15-7. Вот 15-7 это самый, я извиняюсь за фразу, это самый гнилой счет, потому что с него... У тебя плохие воспоминания с этим счетом, да? Да, да. И я тебе говорю, 15-7, 15-8 это самое, я не знаю, реально гнилую счет. С них всегда бывают камбэйки, но... И 9 не поможет, и 10. МИБР все равно бы забрали, кажется, этот раунд. Давайте посмотрим, есть шанс побиться у Cloud9. Забирают отличная хаешка по такам. 4 в 3, есть большинство. Не вешать нос Cloud9. Получается оборона, давайте. Придется, конечно, жестко пропотеть сейчас. Но мы видим это, по сути, реально. Аутематик второго. Ну, это какой-то бразильский дуэт сейчас был. Ой, балет есть, извиняюсь. Ну и дуэт тоже. Ну, короче, первый вышел, второй туда же. Ну что, не будет 16-го раунда, Ферр. Ферр монстра! Серию тоже немножечко сбили, но, опять же, сейчас ее особо и не собьешь. Фернандо ла монстра! Ну, серьезно Ферр здесь, конечно. Хотел разыграть, но... Можно играть. Мне кажется, можно форсить или нет. Или 2К все-таки будут разыгрывать. Скорее всего, 2К сделают сейчас. Не будут играться, да? Можно и доиграться в итоге. Да. ЦЗ-шка. Смотри, 15-7. Смотри, смотри, 15-7. 15-7. Это знак взять 16-ый. Сейчас вот с маг десятым. Это знак взять 8-ой. Не, это все, это победа. Смотри, сейчас Клод Найн берут 8-ой и считают, что они выиграли первую половину. Еще половину надо взять. Все. Только без права на ошибку. Да, без права на ошибку. А от этого задачи становится еще в разы интереснее. Так, аутиматик уже нашел. Это у Фелпса ник такой, да? Да. Фелпера. Ты только обратил внимание? Да. Ну да, такой вот ник. Ну что, выход на рампу вообще неудачный полностью. Вайс уже с беретами здесь хотел кого-то добивать. Ну ладно. Я просто забыл, что у нас ингейм худ обычно на худах у, скажем так, других трансляций. Все это идет по привязке к стиму. И там просто отображается ник, какой ты сам написал. Так, ребята, Эксенко продолжает работать как джумп на Апленте. Два Уга, Калаш и ВП. Ну, в общем-то, можно играть с этим набором, конечно же, девайсов Cloud9. Они оставляют их. Ну и вот АВИК появляется из Гэшка. Все-таки что-то медленное будут разыгрывать сейчас. А где у нас Фоллан? Давайте посмотрим. Вот он. Та улица. Ну, в 3D-мосте. Стенку играют сейчас парни из МАБР. Проверка, опять же, ближних позиций. Каджунби на мейне. Ой-ой-ой, пошел все-таки разбираться. Голден. Отличная позиция. Вот сейчас Голден будет уносить максимальный импакт. Ловит флешку. Но это, по-моему, флешка вообще его тиммейта. Фер в упоре. Будет проверять Фербу сейчас. Но неудачно. Приходит спокойно. Понимает, что его могут пропикать. Молотов. Ну, бразильцы, на самом деле, опять остановлены. Здесь я не знаю, что они хотят в этом раунде еще сделать. Но им точно будет не так-то просто это осуществить. Приходит время. Голден горит все-таки. 4 хп остается. Потушился, что ли? Но он выжил. Да, походу, не, не потушился. Выжил просто. Просто выжил. 4% здоровья. Голден выживает. Может, каешку кто-нибудь там? А ну, колд, заряжай. Пошла. Там один Молотов вообще остался. А вот она, гранатка. Колдзир находит Голдена. Ну и Молотов остается. И тот, наверное, на будку хочет кинуть Тако. Как я понимаю. Вот теперь там шутган, если убрать. Вот его и убрали. Ну что, нашли авик. Есть инфа по второму. Как же ошибается Тако. Наверное, сам там размазал мышку. Ну да. Тут, конечно. Он, во-первых, слышал. Во-вторых, знал. Ну и дальше уже все спокойно. Да, был уверен, что уже фраг этот делает. Ой-ой-ой. Фоллана сейчас могут выбить. Он остановился с авиком. Понимаешь, когда вы всей командой убиваете одну позицию и у вас не контролируется при этом карта, вы не понимаете, что делает соперник. И сейчас в такой ситуации оказались и Майбер. Уже 15-9. Хотя все равно появился там шанс в конце. Ну что, еще один 2к? Либо психануть, пойти во все тяжкие. Немножко удивить Cloud9, наверное, по баю. Потому что сейчас все-таки 2к раунд очень ожидаемый. Его ждут Cloud9. Не понимают, приблизительно какие деньги остаются у бразильцев. Нет. Все-таки 2к. Фоллана наставляет 2050. Даже вообще как-то все-таки Тако докупился. Ну давайте посмотрим, что из этого получится. Один коллаж. Ну, в принципе, уже расстановку заметили бразильцы. То, что в основном там их принимают со ступенек, либо снизу. Частенько игрок в пристройке. Ави под девяткой. То есть есть один игрок на B и один в Апленте. И вот теперь вот с этим пониманием что-то нужно разыграть бразильцам. Как-то расшитать эту оборону. Ну и давайте посмотрим, что они придумают. Ну, правда, не сейчас. Сейчас раунд на один калаш. Это просто выход на рампы. Вот самое простое, что можно сейчас сыграть. Один хэдшот, подобранный девайс, выход на B. И ГГ, ВЦГ. Там Golden снизу, там с аквариума появится. Все эта инфа будет у ребят из MIBOR. 15-10 не за горами, если честно. Ну, понятно. Ну что, очередная уверенная атака от бразильцев сейчас будет. Подгорели там на молнике. Да, давай выйдем рампы. Давай, Квайс, еще одного. В итоге калаш и остается. Но он на улице. Так он ничего не делал все это время. Я, если честно, думал, калаш там. Они, наверное, рассчитывали на то, что все четыре игрока смогут пробить рампы. И Фер как раз-таки поймает на перетяжке кого-либо. Ну, или как минимум сможет зайти, загрызть со спины. Ну, вы все прекрасно знаете, когда у вас один девайс, и он не с вами, это обычно плохо завершается. Ну и смотри, пять раундов. Ну, остается всего лишь пять раундов взять команде Клуд Найн. И мы увидим с вами овертайма. Пока не верю. Ну, я уже не верю в бразильцев, потому что они, взяв один, они дальше опять ничего не показывают. Ну, вот уже, значит, становится потенька. Потенька была на 15-7. Не-не-не, вот уже бразильцы начинают думать о том, что у них еще просто много возможностей выиграть этот раунд. Так, специальный молотов заранее на всякий случай, чтобы, если упадет дым, то будет дырка, и через него можно будет, в принципе, пошалить и кого-то закрыть. Им нужен один удачный момент, вот, либо не потерять игрока, дойти до плентов, все-таки раскидаться там, пройти улицу, либо просто как-то хорошо по стрельбе сейчас сыграть и... Пока Клуд, наверное, угадывают, если смотреть на позиции, пока у них очень сильно укреплен апплент, у них максимально глубоко просматривается радио, опять же, за счет, там, снайперской винтовки. Так, пристройка, Каджун побежал в плент, обратно, не успевает за ним номер 7. И не верю, что... Нет, бразильцы. Успели. То есть раш первый, но со вторым не справляются, молотов в девятку, с девятки выходит игрок, падает в плент. Это импакт от Голдена, но этого мало, 3 в 2. Численное преимущество на стороне Майбер, Вайс со спины, покажите нам аутеметика. Но если бы Голден не дал минус, вообще шансов бы, наверное, не оставалось потащить 2 в 4. Слушай, ну... Ну атака еще есть, минимальность. Как бы они еще сейчас есть, да. И в итоге позиции слишком закрыты для игроков. Куча гранат, и там, и там диффузы, есть реальные шансы. Отличный байт, отличный байт. Каждый, надо действовать, Вайс забирает спокойно Фелпса, но дальше закрыты, 16-10. И Мебры, несмотря на разгромный счет в первой половине, 14-2, выигрывают этот матч уже во второй. Но, опять же, согласитесь, чуть больше раунда в первой половине для Клуд Найн. И фиг его знает, чем будет закончиться. Ну, знаешь, хорошо, что разыгрались перед Уверпасом. Там почувствовали, что все было нормально. Просто вот немного неудачно отыграли первую половину. И, значит, будет борьба дальше, друзья. И нас ожидает непростая карта. Опять же, с другой стороны, вот эта концовка заставит и бразильцев очень сосредоточенно отнестись к старту Уверпаса. Короткий перерыв, и мы скоро возвращаемся уже со второй карты. Оставайтесь с нами. Хелл Кейс представляет. Большое обновление в Кейс Баттлах. Обновленный интерфейс с новыми возможностями. Теперь в Баттлах может участвовать до четырех человек. Создавай и персонализируй свои баттлы. Выбирай любые количества и типы кейсов. Выбирай количество участников и приглашай друзей с помощью уникальной ссылки. Наблюдай за крутым дропом и выигрывай все. Хелл Кейс. Не пропусти эпичные баттлы. Я возьму это. Тариф икс как раз для того, чтобы выигрывай все. Для меня, чтобы бесконечно слушать классическую музыку, общаться в соцсетях и даже делиться интернетом с друзьями. Тариф икс. Безлимит на музыку, видео, соцсети и мессенджеры.